Машина остановилась перед переездом, водитель прекрасно нас видел, но по какой-то причине перед приближающимся поездом он все-таки решил проехать. Там доля секунды он прямо перед нами вылетел, тормозной путь, ну, я не знаю, на недрах 500-600 будет. Человек три дня прожил и умер. Отчаяние, столкновения и долгий курс работы с психологами. Андрей Фирсов и Иван Баландин запомнили этот маршрут на всю жизнь. Хабары Краснозерская. В тот роковый момент они оба были в кабине поезда. Что чувствует машинист после того, как поезд сбил автомобиль с людьми или переехал человека, сложно представить. Это письма машинистов, которые прошли через страшные испытания и просят людей соблюдать правила безопасности на железной дороге. Их раздают волонтеры и специалисты путевого хозяйства. На мосту там ничего тебя не шибет. А вот на линии ты можешь, когда в наушниках, даже тебя может сбить поезд. Старики уже на пенсии. Конечно, тяжело подниматься, но идем. В этом году на железной дороге Края, по данным транспортной полиции, было травмировано 19 человек. Из них 11 погибло. В прошлом году 23. Все они хотели проскочить, сократить путь. Остановить состав весом в 5000 тонны с тормозным путем в 800 метров невозможно, когда до столкновения остается несколько метров. Станция «Озерки» – лидер по смертности на железной дороге в регионе. Для пешеходов специально построен мост. Стоимость его строительства, кстати, около 100 миллионов рублей. Но через ЖД-пути быстрее. Так думают люди, которые потом оказываются под колесами поезда. Сложнее всего бороться с тем, что здесь вот жители, которые живут по селу Озерки, они вот привыкли сами ходить, и еще и детей с собой за руки ведут. И дети с малолетства пренебыкают, что здесь можно ходить в неустановленных местах. Я не перебегаю, я перехожу. Здесь просто ближе и удобнее. Один раз был. Один разочек был, да, когда я на концерт опаздывала. Но меня поймали. Первый раз предупреждение, второй штраф – всего 100 рублей. Конечно, никого из этих людей он не пугает. В этом году в Озерках уже даже появилась система оповещения. Когда приближается поезд, мужской или женский голоса объявляют об опасности. Такими системами оборудовали еще 15 точек. В будущем они появятся на всех станциях края. Их около 70. Пусть все внимательны. Приближение почетного пути. В первую очередь мы ставим такие системы именно на тех станциях, которые наиболее опасны, где случаи травмопизма повторяются. Станция Озерки, к сожалению, является станцией, вот именно такой станцией, где люди чаще всего нарушают правила поведения на железной дороге, несмотря на то, что существует пешеходный мост. А ведь после столкновения с человеком даже опытные машинисты часто увольняются. Им психологически тяжело садиться в кабину поезда. Иван и Андрей нашли в себе силы вернуться к работе, но жизнь каждого из них в чем-то уже навсегда осталась надломленной. Ну, ощущение внезапного, внезапного страха, тряски, всего. Я каждый день об этом вспоминаю. Ну, когда проезжаем это место, вспоминаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова